В Новосибирске уволен известный кардиохирург, директор медцентра имени Мишалкина Александр Кораськов. Причины пока не называются, но его зам зимы находится под домашним арестом. Евгения Покушалова обвинили в мошенничестве. Громкая отставка в Новосибирске. Уволен известный кардиохирург, директор медцентра имени Мишалкина. С чем связано увольнение Александра Кораськова, который проработал в клинике 35 лет, пока не объявлено. Но зимой было предъявлено обвинение в мошенничестве его заму Евгению Покушалову, Знаменитому хирургу и финалисту конкурса «Лидеры России». Сейчас Покушалов под домашним арестом, хотя его коллеги и пациенты вступали за него, умоляя позволить доктору продолжать запланированные операции. Сам Покушалов заявлял, что не понимает обвинения и называл происходящее беспределом. Его защита отмечала, что Покушалов не имел никакого отношения к госзакупкам в медучреждении. Но задержание Покушалова бросило тень и на его руководителя, Гораськова, который теперь уволен, говорит политический обозреватель сайта «Тайга.Инфо» Алексей Мазур. Гораськов считался уважаемым врачом. Клиника Мишалкина – это такое крупное учреждение. Сюда свозят людей со всей страны для того, чтобы делать операцию на сердце. И понятно, что авторитет Гораськова был достаточно высок. Он, в частности, возглавил список «Единой России» на выборы в аксобрание. Ну и, возможно, последней каплей стала публикация на сайте «Тиблик». Информация о том, что на участках Гораськова стоят незадекларированные здания. То есть, они зарегистрированы, эти здания, и есть дросреестры, и их видно со спутника, и воочию видно и так далее. Но Гораськов, как депутат, их не задекларировал по непонятным причинам. Ты буквально через пару дней после этой публикации вышел приказ Минздрава. Но мы понимаем, что уголовное дело по закупкам в клинике продолжается, что там могут новые фиграунты появляться и так далее. Мы не знаем, в каком стадии сейчас дело находится. А вообще разговоры какие-то ходят по поводу его увольнения? Возможно ли, что он, так сказать, новым фигурантом окажется в этом деле? Естественно, высказывают предположение, что это может быть не из каких-то структур, которые были выдавлены из мешалки на лиц, что там кто-то что-то не поделил. И говорят, что эти уголовные дела ведут федерального уровня, то есть это, что приезжают сюда специально бригадой их расследовать. Но это все на уровне слухов. Алексей Мазер, политический обозреватель сайта Тайганфо. Сам Александр Кораськов заявил местному изданию НГС по поводу своей отставки, следующее цитирую. «Хочу работать хирургом, но успеть доделать научные разработки». За кардиохирурга Евгения Покушалова вступилась группа ученых из РАН. Члены клуба «Первого июля» считают недопустимым досудебный арест замдиректора Новосибирского медцентра имени Мишалкина. Покушалов подозревается в хищении более миллиарда рублей при госзакупках. Ученые вступились за врача Евгения Покушалова. С открытым письмом выступили члены научного клуба «Первого июля». Это неформальное сообщество академиков и член коров РАН. Они выразили озабоченность арестом кардиохирурга Евгения Покушалова. Член коров РАНа, замдиректора по научной работе Новосибирского медцентра имени Мишалкина, он подозревается в соучастии в хищении более миллиарда рублей при госзакупках. Как отмечается в открытом письме, на всех уровнях уже было неоднократно заявлено о недопустимости досудебных арестов подозреваемых в экономических преступлениях, тем более неприемлемо это в отношении крупных ученых. Конец статы. Реакция на арест знаменитого кардиохирурга подробнее Наталья Шашина. Почему врач, спасший тысячи жизней, должен находиться под стражей в изоляции? Такой вопрос задается в петиции сотрудников и пациентов Покушалова, которая уже собрала около пяти тысяч подписей. Галина Соловьева и ее муж, гражданин Натальи, два года назад специально приезжали на операцию к Покушалову. Он же не террорист, а не маньяк, чтобы быть опасным для общества. Он может также спокойно продолжать свою работу, но пусть и не делает свои расследования. Это может затянуться на долгое время. Я так понимаю, что у него там куча проектов, пациенты, и многие, в общем, как бы зависят жизни от него. Потому что такая стадия, как у моего мужа, то есть как бы вроде внешне все нормально, да, человек ходит-ходит, и потом это аритмия, она просто день и ночь. Там кульс, может, 190, как она возникает, никто не знает, только, наверное, Евгений Анатольевич. Какой-то прорыв в этом сделал. И вдруг тебе вот прямо он делает, да, операцию, и уже сердце бьется нормально. Выросла какая-то мистика. Как рассказали Бизнес-ФМ сотрудники Покушалова, запланированные у него операции проведут другие врачи. Но затормозятся исследования в сфере искусственного интеллекта, помогающего в диагностике нарушения ритма сердца. При этом пока не до конца ясно, каким образом врач мог участвовать в хищении при госзакупках. По данным Спарк, сейчас он является совладельцем фирмы Прометей. Но этой компании нет и месяца, и в закупках она не участвовала, говорит научный сотрудник Новосибирского центра имени Мишалкина Александра Таркова. Эта фирма была основана в начале февраля 2019 года. То есть это совсем новая, совсем молодая фирма, которая даже еще не успела запустить свою деятельность. Она была создана в целях инновационной деятельности для разработки различных медицинских устройств, девайсов и изделий. Источники СМИ связывали задержание Покушалова с нарушениями, которые выявили антимонопольщики. Это картельный сговор между поставщиками медцентра. Сотрудники клиники якобы вели переписку с будущими участниками торгов, где обсуждали цены лотов, а более 98% контрактов заключалось с 5-6 компаниями. Как писала МК, в самом научном центре все объясняли тем, что большую часть товаров могут поставлять только хорошо зарекомендовавшие себя фирмы, а на рынке их немного. Наряду с голосами, призывающими освободить Покушалова, звучат и другие. То, что человек хороший врач, не значит, что он не преступник. Но общественное мнение в Новосибирске пока поддерживает доктора, поскольку так и не ясна суть обвинений, рассказывает корреспондент Тайга-Инфо Ярослав Власов. Меры пресечения собирались в закрытом режиме для журналистов, и поэтому каких-то конкретных положений, обвинений, уголовного дела ни мы, ни самой клиники Мишалкина не знают. Это объяснил, потому что дело идет в ФСБ, и, как правило, такие дела, связанные с федеральными учреждениями, они проходят в закрытом режиме, и они стараются не комментировать. Интересно, что клинику возглавляет депутат ЗАГСОБРАНИЯ, вот Единой России, Александр Кораськов. Он работает в ЗАГСОБРАНИЕ зампредом Комитета по соцполитике. И, несмотря даже на такую фигуру, а это довольно значимый человек для региона, он, между прочим, возглавлял список Лединой России на выборах ЗАГСОБРАНИЯ в 2015 году. Даже несмотря на такую фигуру, публичные какие-то обращения как-то не возымели какого-то влияния на суд. В СИЗО Покушалов пробудет до 19 апреля. СМИ писали, что под арест врача отправили, потому что не хватило электронных браслетов. Впрочем, новосибирское управление ФСИН заверило, что никакого дефицита нет. Наталья Шашина, Бизнесов. КОНЕЦ КОНЕЦ